утро добра друзья 5 часов утра довольно прохладно из-за этого скорее всего рано и встал ну кто рано встает тот молодец побольше по постройку побольше по делам птички поют ночью каморы пытались в палатку внести в лес вместе со мной но мне здесь было нипочем я здесь выкурил и здесь у меня спалось в принципе вполне нормально ну что ж будем убираться на улицу посмотрим чем будем сейчас заниматься а а а а Продолжение следует... 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 Увидел такое чудо, ну и не смог никак не остановиться, не устроить завтрак-десерт. Первый раз вижу в этом году такой прям зрелый куст малины. Красота! Посмотрите сколько здесь я. Ммм, какая сладкая. Блин, вот здесь смотрел кусты. Одна ягодка, там две более-менее такие назревают уже. А тут прям грузьями уже висят, уже и такие перезвелы, осыпаются. Ладно, последняя горточка, оставим медведям, а то обидятся. Оставляю мотоцикл, дальше иду пешком. Хоть так не хочется, такая дорога прям изумительная. Вор выехал, посмотрите. Прям летишь тут, но охота грибочки посмотреть. Грибочков нет? Блин, черники-то сколько, друзья! Офигеть! Мелкая, но ее просто тут, просто кучи их! Офигеть! Туда вот смотришь, да, все в чернике. У меня в планы не входило чернику собирать. Да и вообще не входило в планы чернику собирать. Ну конечно попробовать ее надо. Но очень мелкая, прям, прям очень мелкая. Ну блин, сколько же я здесь. Никогда столько тут не видел. Посмотрим мы лучше грибы. Пойдешь целенаправленно за ягодами. Ничего тут не найдешь. А вот так вот мимо. Вот вообще же просто шел мимо, с вами разговаривал. Бах! Такая поляна. А то мало сыпло, все же тут черничник. Вот тут дальше тоже черничник. Ладно. У нас сегодня другие планы. Главное ягод попробовали на вкус разных ассорти. Попадал, друзья, у меня тут. Не знаю. Грибов ноль. Вообще никаких не видел. Даже поганок. И пока далеки шел, там его уже видно, наверное, по светам вниз пускаются. Вот тут он рядом. Дождь начался. Причем такой прям мощный. До палатки далеко. Здесь есть одна избушка. В бару в этом. До нее тоже прилично. Пока идешь, смысла нет. Помогнешь. Я не знаю. Не ту форму одежды я надел. Надо было бы. Маленько по-другому одеться. Есть же у меня. Наряд другой. Ладно, в нем домой пойдем. Щучка попалась мне. На поверхностную приманку, друзья, блин. Я взял пауэрбанк, взял камеру. Но шнур, чтобы подключить и снимать, не взял. Вот такую щучку отпустим. Может, чтобы покрупнее клюнет. Но поклевка была прям такая. Ух! На поверхности. Баба! Сейчас я покажу, как этот воблеротик работает. Это просто сказка. По поверхности его ведешь, и поклевку видно. Щучка выходит и ударяет. Вот закинулись, опять дождь пойдет. И тихонечко, вот так, рыбочками. По поверхности он как волкер, волчок. По поверхности идет такими змейками, привлекая от рыбу. Штанишки насквозь сырые, решил завязывать с рыбалкой. Так, у меня сегодня больше разведка. Времени немного на все это. Больше на стройку выделялось времени. Решил еще прогуляться по бору, обратно на насыку. Может где-нибудь, что-нибудь. Но вообще ничего, даже иванчиков нет. Как-то там, блин, на дороге раньше маслят растут. Может это одолели. От образа газа срочно. Убик разведкааты. енг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доски закончились мне осталось несколько коротеньких, куда их не приспособить. Так вот выглядит стена, зашитая уже вторым слоем. Там изнутри надо будет запенивать, еще щелки есть, но они как бы не сквозные, понимаете, сами под пленкой, но все равно датчики солнечные, от них будут отправляться как-то. Либо запенивать, я говорю, либо еще что-то, если бы был материал, я бы второй там, то изнутри еще бы обшел, третий получается. Так, конечно, есть у меня вот такие вот штучки, это я хотел на лежанку использовать, да если мало, тоже что-то. Так, ну короче говоря, дела идут в правильном направлении. У меня есть еще такое стекло, довезли его, не разбили. Как вы понимаете, размеры подобраны примерно, окошечко будет такого вот габарита. По моим подсчетам, можно схватить. Главное, не расхватить его раньше времени, а то потом останемся без окна. Приставим лопату. Как будто дома нет никого. Раньше в деревнях бетенку поставил, все, замок не нужен. Ну вот и все, друзья. Провели два замечательных дня здесь и одну не менее замечательную ночь. Быстро ночь пролетела. Уснул поздно, проснулся рано. Ну зато и порыбачили, погуляли здесь как-то и построились. Я даже думал, если просто буду строиться без рыбалки, без всего, то столько не по делу. А как-то вот материал пока есть, хорошо строится. Сейчас надо опять думать, как завести. Завести. Вариант один пока на данный момент. Ну и будем его решать. Это не проблема. Это решаемая такая задача. Все, друзья. На этом прощаемся. Сейчас по бездорожью, по грязюке поеду домой. Всем пока, друзья. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok